Как найти своё призвание? Немолодая уже жизнь личная не складывается, всё же не даёт покоя мысль, что время идёт, а себя найти не получается, не могу смириться с этим. Видал же Господь талант, который нужно раскрыть и развить. Всё не то, как найти то. Может быть, это как раз то, что кажется не то. Потому что вот хочу то... Тут критерий очень сложный, критерий же внутри вас. То есть вы ищете того состояния, при котором вы вдруг почувствуете себя, как ключ в замке. Вот всё хорошо, я на месте. Ну, правильно, наверное, этого и надо искать, по самоощущению. Но пока вы этого не нашли, нужно браться за всё то, что кажется не то, при том, что вы знаете, что дело хорошее. Например, я вот не чувствую себя, например, способным всю жизнь, например, в волонтёрском движении участвовать. Но я знаю, что это то. Например, это вроде бы не моё, но я, например, себя не нашёл. То есть мне нужно попробовать себя в каком-то деле, которое 100% хорошее. Вот 100% хорошее. Просто я не чувствую, что это моё. Но я знаю, что хорошо. Значит, пока я не нашёл своё, то, что хорошо, мне нужно делать чужое, то, что хорошо. И вот на путях этого практического поиска вы это, собственно, наверное, и обретёте. Личное самоощущение, что вот теперь я знаю. Теперь я знаю, что отдавать лучше, чем принимать. Теперь я знаю, что лучше там не доесть, чем переспать. Теперь я знаю, что молиться лучше, чем не молиться. В общем, нужно служить. Конечно, можно... Сейчас все помешаны как бы на личностном росте. Надо вот личностно вырастать. А для этого нужно записываться в клуб альпинистов, вышивать крестиком и рисовать масляными красками по стенкам. А потом ещё что-нибудь делать. Потом китайский язык учить. Потом экибану какую-нибудь расположить на подоконнике. Короче, нужно личностно расти. Ну, может быть, это неплохо. Наверное, неплохо. Но в самом этом подходе как бы личностного роста есть что-то такое лживое, что-то опасное. А вот то, что надо служить, конечно, дар ведь он для того, что... Ведь если кому-то даётся дар, если там, скажем, дан был дар Бетховену слышать небесные мелодии, для того, чтобы он сам сидел в комнате и наслаждался ими, он должен был это всё оставить. Причём трагически, мучительно оставить. Там, оглохнуть, там, в бедности жизнь закончить, там, умереть, там, не таким уж старым. Чтобы потом ты услышал эту музыку и вдруг понимал, что вот эта третья симфония – это что-то небесное вообще-то. Это ужас. Ещё немножко послушаю и просто встать не смогу. Ну, потому что она просто громадная. Короче, это не для всех. То есть дар Бетховена – это не для Бетховена. Это для всех. Там, дар, там, скажем, какого-нибудь, там, не знаю, там, да кого хотите, в общем. Там, изобретателя пенициллина, там, Флеминга, например. Он не для Флеминга, он для всех. Там, дар Сикорскому, там, делать вертолёты, он не для Сикорского, он для всех. Чтобы, там, в Якутию привезли медикаменты, там, какого, в горах спасли лыжников. То есть это дар одному. Поэтому не ищите дара для себя. Может быть, в этом, собственно, и есть, как бы, эгоистический тупик современности. Когда я хочу вот чувствовать себя комфортно, как бы, наслаждаясь тем, что я хороший. И всё. А, видимо, суть в другом. Поэтому надо, так сказать, отдавать то, что есть. Так что займитесь тем хорошим, что не кажется, что это моё, но оно точно хорошее. Да и, конечно, не ошибётся, никогда не ошибётся человек, если скажет, ты всё-таки немножко молись Богу, Богу живому, Богу единому, Богу святому, Богу пославшему мир Иисуса Христа, Господа Сына Своего. Вот этому Богу ты всё-таки молись, который знает всё про нас. Всё-таки он что-то знает о тебе, чего ты не знаешь о себе. Чтоб тебе понять свой путь. Но всё-таки без него это невозможно. Поэтому здесь безошибочная просьба отсекать от себя всё ненужное, для того, чтобы чистым умом взывать к Богу хоть изредка. Ну, скажи мне. Псалом 142, кстати, если хотите. Псалом 142. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду. Я как тебе взях душу мою. Изми меня от враг мою, Господи, я как тебе прибегов. Научи меня творить и волю твою, котызи, Бог мой. Псалом 142. Прямо вот найдите, прям вот. Вот, вот. У меня здесь есть псалтирь. Сейчас начнём. Как он там по-русски вначале, первая строчка к этому звучит. Вот она. Господи, услыши молитву мою. Да. Внимли моленью моему поистине твоей. Услышь меня в правде твоей. Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобою ни один из живущих. Враг втоптал меня в землю жизнь мою. Принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Это может быть даже про вас. Ну, по крайней мере, я чувствую это. Это про меня. Временами я себя именно так и чувствую. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вот. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрой лицо твое от меня, чтобы меня не уподобилось нисходящим в могилу. Укажи мне, Господи, и путь, по которому мне идти. Ибо к тебе возношу душу мою. Да. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты, Бог мой, дух твой благой доведет меня в землю правды. Псалом 142. Может быть, этот псалом станет вашим личным псалмом, вашим сокровенным разговором с Господом, чтобы вам найти то, чем бы занялись ваши руки, то, чем бы занялись ваши мысли, куда бы пошли ваши ноги, и чтобы вам было хорошо на душе, чтобы вы поняли, что вы полезный человек, и чтобы это было полезно и другим тоже. Так что в молитве находите ответы. Субтитры создавал DimaTorzok